Привет, ребята! Это электрический чайник, но речь пойдет не о нем, а о его вот такой красивой синей подсветке. Как она устроена и с чем ее едят. Для того, чтобы это выяснить, я разобрал точно такой же электрический чайник, вытащил из него все то, что светится, и могу теперь наглядно показать, что же у него светится синим светом. Вот тут на донышке такой вот ажурный рассеиватель, который рассеивает синий красивый свет, когда чайник включен в электрическую сеть. Но как же устроена эта подсветка? А оказывается, устроена она замечательнейшим и простым образом. Когда-то я долго спорил со своими подписчиками и зрителями, как можно устроить светодиодную подсветку, при этом не используя трансформаторов, конденсаторов и прочего. Я утверждал, что достаточно всего лишь одного диода и резистора, чтобы организовать вот такую классную схему, которая будет освещать донышко чайника. При этом это вполне промышленный образец, и эта схема, оказалось, используется уже давно. То есть я, конечно, не изобрел велосипед, но зато для вас теперь будет точно, ясно и понятно, как устроена подсветка электрического чайника, а может быть даже утюга. Устроена она на двух синих светодиодах, соединенных последовательно. А вот этот интересный элемент, это всего лишь 12-кило-джоульный, ну, вру, конечно, килоомный резистор на 5 Вт. Здесь он в керамике. Такие резисторы часто используются в устройствах, которые требуют большого рассеивания мощности, и так как маленькие резисторы с этим не справляются, чтобы они не перегревались, эти резисторы запаковывают в керамику с помощью специальной пасты. К резистору в паре стоит вот такой интересный диод. R3000. Я такой маркировки достаточно встречал редко, но вот такую аббревиатуру. Поначалу мне появились вот эти вот буквы, когда я снимал изоляцию, УФ, и я подумал, что это ультрабыстрый диод. Но потом я прочитал БУФАН. Этого БУФАНа мне еще придется разгадать. Возможно, с вашей помощью, а возможно, с помощью справочников. Прячется этот БУФАН вот здесь. Прямо под термоусадочными трубочками, которые изолируют все контакты. Ну, а два синеньких светодиода, которые заставляют светиться дно чайника, они вот. Это не самые слабые светодиоды, как видите. Хотя это и линзованные, и похожие на 5-мм. Но у них есть внизу грани. Как правило, грани и обозначают, что этот светодиод мощностью не 0,5 Вт, как стандартные, а до 1,5 Вт. Потому и потребовался вот такой вот мощный резистор. Хотя для обычного свечения синим светодиодом достаточно гораздо менее мощного резистора, но при этом он будет пропускать меньшие токи, а светиться такие светодиоды будут более туску. Ну, и в заключение давайте запустим эту схему, чтобы посмотреть, как она работает. Вот вся наша светодиодная подсветка для чайника лежит у меня на столе и прекрасно светится с помощью вот такого нехитрого соединения. А на этом все, ребята. Пока. Надеюсь, здесь была и схема, и полезная информация, и что-нибудь еще. До следующих встреч.